Вернемся в Казахстан. Сто лет исполнилось одному из самых первых пограничных отрядов Казахстана. Базируется он на восточных рубежах страны в Зайсанском районе. В летопись этой части вписано немало славных страниц. О службе на границе расскажет мой коллега Рауль Габитов. Нефрейтор пограничной службы рассказывает, как нелегальные мигранты заметают следы на границе. Идут они на разные ухищрения. Надевают, например, обувь в виде копыт. Это запутывает пограничников. И чтобы не попасться на подобные уловки, нужно быть настоящим следопытом. Иногда мигранты в прямом смысле заметают следы с помощью веника. Бывают специально идут задом наперед, будто ушли в другую сторону. Уловок много. Я служу 12 лет. За это время сталкивался с разными ситуациями. Однажды мы поймали мигранта из Сирии. При пересечении границы он задел электризованное ограждение. Мы получили сигнал тревоги. И задержали его. Ежедневно на охрану восточных рубежей страны заступают сотни человек. Они сутками дежурят на заставах, выезжают в конные патрули. Только за прошедший год на Зайсанском участке границы задержали порядка 70 нарушителей. Среди них контрабандисты и браконьеры. Кстати, служат в погранвойсках не только кадровые военные, но и призывники. У нас есть свои специализации. Я, например, по специализации водитель. Поскольку, так сказать, есть определенные категории прав. Плюс более-менее разбирая техники, меня записывали водители. У нас в специализации есть кинологи, стрелки, кавалеристы, водители. Также салматинские учебки. К нам приезжают повара, дизелисты. Тоже на заставе у каждого есть своя роль. Именно кто-то распределен, определяет определенные задачи и выполняет. Из почти 1800 километров границы с Китаем свыше 400 километров охраняют именно зайсанские пограничники. Сейчас тут спокойно. Но в середине прошлого века защитникам восточных рубежей пришлось нелегко. В 69 году 20 века в 200 километрах от этого места в районе озера Желанашколь произошел конфликт между СССР и Китаем. Китайские военнослужащие пересекли границу и первыми открыли огонь. Устроив таким образом провокацию, завязалась перестрелка. В результате погибло 19 китайцев, еще трое попало в плен. После на казахстанской части границы китайские военнослужащие провокации больше не устраивали. Конкретно Зайсанского пограничного управления эта история не касается, но это пример того, насколько важна служба пограничников в сохранении целостности государства. Это были сложные отношения. Вот я вам приведу даже пример, когда в 60-х годах мы переживали вместе со своим одноклассником Костяной Александром. Его мама была врач. И мама вылетела на вертолете в сторону околка, вот зимой околка, по саннаданию. И вертолет, потеряв арентировку, сел на китайской территории. И китайцы задержали этот вертолет. Ветераны вспоминают, трудно было и на заре независимости, когда границы Казахстана еще не обозначили до конца. Шли постоянные скотокрасства. Китайцы делали замечания нам, указывали. Воровали днем и ночью, до Ягуза перегоняли, по 300 бычков. То есть из Китая воровали? Да, из Китая. В Китае скота было много, там жили казахи. И мы за основной упор сделали на работу с китайским погранпроцессорским аппаратом. Очень хорошие китайские генералы, офицеры. Они с первых дней стали уважать Казахстан. Самые интересные факты, документы и фотографии, связанные с пограничной службой, хранятся в местном музее. Его открыли к юбилею. Экспозиция охватывает всю вековую историю отряда. В данном гайзанском районе проживает свыше 37 тысяч человек населения. И при этом половина, почти больше половины это местного населения молодежи, которые учатся в школах. И в данном музее мы хотим проводить активно занятия, которые будут проводиться школьниками в неучебное время в рамках подготовки ЖАС-Сарбаздар. По периметру нашей страны насчитывается 101 пункт пропуска. Ежедневно на боевое дежурство выходят до 10 тысяч защитников рубежей. Наряд они несут круглые сутки. Офицеры говорят, граница под надежным замком. Не только на суше, но также и в море, и в воздухе. Рауль Габитов, 24КЗ.